приветствую вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы всем 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 здравия прекрасного солнечного весеннего настроения оно очень нужно будет вам в ближайшие дни дни о которых мы сегодня будем говорить а начинаем мы наш выпуск агрогороскопа с 5 по 9 февраля 2022 года время московское и сейчас есть возможность вот таким образом увидеть весь спектр вот всю нашу картинку то есть весь агрогороскоп и мы сейчас рассмотрим более детально вот все дни суббота 5 февраля луна будет находиться в знаке овен здесь же она будет находиться и в воскресенье 6 поэтому мы сразу два дня рассмотрим они ставят одинаковые задачи и одинаково можно их решать итак в первую очередь что у нас овни это первая фаза и естественно можно еще использовать вот посеять семена лука на репку то есть на рассаду это нормальное явление мы уже это испытывали также можно посеять семена пряноароматических трав на рассаду а также горький перец потому что овен покровительствует горькому перцу очень хорошо в это время для подготовки картофеля к посадке провести яровизацию то есть вытягиваем из подвалов и заносим в теплое помещение для того чтобы подготовить картофель к посадке в марте месяце но в овне мы не высаживаем не пересаживаем не пикируем почему потому что в это время очень плохо растет корневая система она во первых очень слабенькая и травмируется и очень болезненно переносит вот этот момент травмирования поэтому мы в это время не высаживаем рассаду ничего не делаем не перевалку не пересадку и не не делаем пикировку рассадных растений здесь я овощные цветочные горшочки для цветов очень актуально в эти дни в дни овна защита от вредителей и болезней и естественно ревизия луковиц пересмотрите пожалуйста если какая-то где-то болезнь можно легко и просто обрезать обработать зеленочкой и в овне это хорошо операция пройдет на луковицах поливы и подкормки в это время не проводим в овне в момент нахождения луны в знаке стихии огня растения заняты совсем другими делами чем приема воды ну и подкормки в это время опасны следующий важный момент это эпоха рыб очень хорошо проходили прививки вот это садовые работы не обрезаем обрезка уже у нас растущая луна обрезку не проводим хотя это зима но все равно уже чувствуется в феврале сокодвижение и не проводим вот этот процесс агроприем но зато если у вас саженцы подготовлены и можно есть у вас череночки можно провести прививку зеленые операции тоже поощряются в это время это не обрезка садовых растений а это зеленые операции для комнатных растений рыбалка пожалуйста уже время рыбалки на убывающей луне позади сейчас время отдыха и рыба будет отдыхать в это время квашение тоже не проводим потому что в период нахождения луны в знаке огня капуста получается очень жесткой и вкус у нее тоже горьковатый а вот что касается приготовления настоек особенно для сердечно-сосудистых различных заболеваний для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний то пожалуйста используйте очень хорошее время а сейчас мы рассмотрим еще один важный период нахождения луны в знаке телец и здесь и по солнечному календарю очень хорошее время более детально по солнечному и полному раскладу мы отдельные видео делаем сейчас мы более кратко рассмотрим эти дни и будем их рассматривать отдельно потому что здесь очень интересные события космические происходят и в первую очередь вот 8 у нас переход луны из первой во вторую фазу это значит что это маленькая новолуние или полнолуние очень стрессовая ситуация но она длится всего-навсего 24 часа и у нас 8 февраля выпадает из каких-либо работ посевных посадочных пересадочных я вам об этом сразу же говорю восьмое не планируете никаких посевных работ можно цветы защищать от вредителей поливать подкармливать зеленые операции в это время тоже не проводим потому что это время стрессовые для растений квашение можем проводить а вот настойки тоже программа здесь может быть разная в это время стресса поэтому вот восьмое мы с вами рассмотрели и сейчас рассмотрим вот этот день самый самый продуктивный день из знака телец вот в начале февраля первая половина февраля 7 февраля с 3 часов можно начинать с 3 часов когда уже энергию стаканятся и полностью перейдут в знак телец мы сможем сеять на рассаду семена томатов лук тоже можно на рассаду баклажаны перец капуста огурцы зеленые культуры и все вершки которые у вас есть кроме того что я назвала все это можно сеять на рассаду и можно с 7 работать с рассадой пикировку перевалку пересадку посадку все это можно делать с 7 февраля для цветов и комнатных цветов актуальны вот такие работы это посевы семян на рассаду снова же а также пикировка пересадка перевалка и очень важно для комнатных цветов но если у вас заготовлены черенки цветочных декоративных растений вы хотите их размножить с помощью черенков доставать из холодильников с хранилищ и в это время очень хорошее время седьмого заниматься укоренением черенков или нарезали свежие комнатные растения или же уже заготовленные укореняйте замечательное время поливы и подкормки очень хорошо в это время проводить в ни корня но напоминаю подкормки не увлекайтесь всегда должны быть меньше чем в обычное время когда фотосинтез летом у нас идет на полную мощь пока что фотосинтез очень слабый вот момент очень важный прививка вот этот день 7 тоже можно использовать для прививок растений казалось бы в саду резать растения нельзя в это время но прививки заготовленные саженцы и черенки вот это очень хорошо в это время делать вот мы сейчас снова будем проводить эксперименты раньше это было овен актуально но сейчас при прививках последние годы меняется полностью и качество воды формула воды и естественно меняется материя и мы заметили вот такую особенность когда проводишь прививки в овне здесь меньше процент приживаемости лучше получается в тельце так что выбирайте что что вам нравится то к чему привыкли я даю и старую информацию тот кто привык к этому работает что у нас есть разные сейчас уже реальности кто работает в новой реальности можно проводить прививки саженцев черенками в период знака телец и в нас в феврале очень хороший период именно в тельце 7 февраля зеленые операции на растениях проводим рыбалка у нас в это время рыба не идет ловиться и она отдыхает в это время на растущей луне а вот квашение очень хорошо квасить капусту яблоки и готовить настойки в тельце тоже прекрасно получается по восьмому числу мы уже с вами рассмотрели здесь мы ничего не делаем кроме квашения капусты а вот 9 у нас очень такой день очень интересный здесь энергии будут делиться и мы можем вот с 5 часов вот я высчитала это время когда заканчивается период вот этой стрессовой ситуации перехода луны с первой во вторую фазу вот здесь тоже часть времени забирается поэтому у нас луна без курса 7 часов 50 минут до 13 27 поэтому у нас с 5 часов утра и до 7 есть такая возможность если вдруг не досеяли вот 7 вы можете рано утром досеять снова же здесь семена на рассаду томатов перца баклажанов капусты зеленый культур огурцов но это уже в крайнем случае если не получилось советую взять на вооружение 7 февраля далее тоже если вдруг не успели с рассадой завершить работы 8 нельзя этого делать снова же с 5 до 7 часов утра можно и пикировать и пересаживать перевалку делать любые агроприемы с рассадой делаете будет все нормально вот для цветов наступает время только защита от вредителей и болезней поливы до 9 часов утра далее идет стихия воздуха дыхание это то что как раз сейчас многие страдают не обращаю внимание на то что нельзя поливать и не надо в период перехода заливать растения наоборот нужно было поливать вот здесь в этот период и подкормочки можно было делать заранее за сутки и тогда не будет у вас никаких мошек не будут гнить корни и нигде будут развиваться вот этим вредителям вот это очень важно от поливов зависит во многом вот этом периоде развития вот этих вредителей подкормки уже не проводим это знак стихии воздуха здесь корни заняты дыханием ни в коем случае нельзя подкармливать в саду кормление птиц зеленые операции можно проводить если в саду уже растущая луна мы не обрезаем ничего то зеленые операции это напоминаю на комнатных растениях желтые листики засохли цветоносы вот это можно уже обрезать это есть зеленые операции рыбалку мы отставляем пока не идем ловить рыбу вот квашение капусты нужно завершить до 11 часов утра потому что ведь в 13 до 7 это уже переход в другой знак и знак стихии воздуха капуста уже получается не такая вкусная и нужно до 13 часов вот до 11 часов сделаете квашение заквасите капусту и получится что как раз начнется вот этот процесс брожения начнется сам процесс приготовления капусты и затем вот это время при можно проскочить если же впритык я делала это получается в трудности сложностей с квашением капусты и настойки можно готовить здесь энергии и тельца и близнецов позволяют делать различные настойки из лекарственных различных растений луна для дома для здоровья с 5 по 9 февраля давайте рассмотрим эти дни вот так чтобы видно было все дни вот первые два дня это 5 и 6 февраля луна будет находиться в знаке овен здесь и солнце тоже дает очень хорошую интенсивную энергию поэтому нужно быть очень внимательным что касается здоровья но давайте более подробно рассмотрим печка будет гореть комит прекрасно знак стихии огня для теста нужно или прибавить жидкость или меньше муки ложить тогда получится все нормально растущая луна и тесто хорошо всходит а вот что касается рукоделия то в это время кроме если нужно пуговицу пришить или дырочку какую-то зашить латочку установить на какой-то вещи это можно делать а вот вышивка какое-то новое дело творческое здесь не рекомендуется огонь быстрота и не получается все четко иногда ошибки какие-то переделывать надо поэтому мы не рекомендуем в это время заниматься рукоделием вот тот момент когда мы говорили что нужно обратить внимание стрижка волос 5 6 февраля нет стрижка ногтей тоже нет и покраска волос в это время не проводится это чревато не очень приятными вещами потому что что касается покраски волос могут сгореть волосы и тогда нужно очень долго восстанавливать их даже если это органика но лучше вот эти моменты работы с волосами с ногтями перенести на другой день тем более что он уже скоро будет а вот мыть волосы очень хорошо в это время можно использовать для мытья 5 и 6 февраля ремонт в этом знаке прекрасно получается проветривать вещи и если на улице снег или дождь не выносим а вот если хорошая погода ветер и солнце можно использовать для того чтобы проветрить вещи стирка лучше ее не проводить в это время качество не очень хорошее мягко выражаясь а уборку текущую даже нужно делать теперь рассмотрим еще вот эти дни когда луна будет в знаке телец здесь придется рассматривать каждый день в отдельности здесь работают разные энергии тоже будет переход луны из фазы фазу тоже влиять на здоровье человека поэтому смотрите седьмое прекрасный день когда почти большинство у нас да и печка будет гореть хорошо тесто будет очень хорошее тут вот уже не надо ничего то больше и меньше всегда получается по рецепту рукоделие вот это хорошее время для рукоделия телец просто дает такие творческие импульсы уститчивость медленно но зато качественно получается смотрите стричь волосы можно стричь ногти красить волосы очень хорошо и химическая покраска будет и мыть волосы тоже очень хорошо а вот что лучше не делать в это время у нас идет очистка кожи мы ее не используем на растущей луне и проветривание вещей тоже не используем и ремонт в знаке стихии земли качество ремонта плохое и вещи притягивают влагу и неприятные запахи а вот что касается стирки хорошей стирки качественной используйте вот этот день седьмого а также можно использовать и для уборки генеральной уборки вот этот день а теперь обратите внимание пожалуйста на 8 февраля вторник печка будет гореть нормально тесто нормально получится рукоделие прекрасно а вот стрижка волос стрижка ногтей и покраска волос это перенесите чуть позже или раньше это сделаете а вот мыть волосы можно а вот этот момент пожалуйста я даже здесь нарисовала так вот таким выделила красным цветом чтобы вы видели что это время перехода луны из фазы фазу это стрессовая ситуация и можно потерять энергетику свое здоровье нарушить вот этот момент учтите но естественно после мытья волос у нас все нормально будет в этот день а нельзя заниматься очисткой кожи ремонт в тельце и проведение вещей некачественные зато качественно даже стрессовая ситуация у нас получится хорошая стирка и можно проводить генеральную уборку главное чтобы вы себя в это время хорошо чувствовали потому что тоже вот этот переход из фазы в фазу тоже ощущается на здоровье человека и у нас завершающий день этого обзора среда когда луна будет переходить из знака телец в близнецы это произойдет 13 27 но вот здесь у нас в эти энергии разделяются и энергии тельца еще шесть часов будут наблюдаться вот до конца почти дня светового дня мы можем использовать эти энергии поэтому с печкой проблем не будет здесь энергии близнецовую отработать а вот что касается тесто то тут уже нужно следить за тем чтобы чуть чуть больше жидкости или меньше муки здесь тоже знак стихии воздуха здесь тоже такие происходят метаморфозы рукоделие еще работает энергия тельца стрижка волос вот пожалуйста можно снова же стричь волосы стричь ногти красить волосы и можно мыть волосы это все получится хорошо и единственное что прошу вот покраску волос все-таки больше берите направление на органику что касается очистки кожи она у нас не проводится на растущей луне ремонт и проветривание вещей я не рекомендую потому что еще энергии тельца очень будут чувствоваться качество в этот момент не очень хорошие а вот что касается стирки уборки то можно это время использовать дневное время будет прекрасно здесь будут хорошо работать энергии тельца луна для здоровья обратите внимание 5 и 6 луна будет находиться в знаке овен а вне нахождение луны в этом знаке уязвимы голова кости черепа головной мозг сосуды головного мозга центральная нервная система глазные яблоки зрительный нерв слуховой нерв органы слуха органы обоняния а также зубы обратите внимание в это время нельзя проводить операции на голове уязвимы глаза и зубы головной мозг носоглотка и другие органы головы могут возникнуть осложнения при челюстно-лицевой хирургии при операциях на глазах это для тех кто собирался делать операции на глаза в это время также возможно обострение радикулитов ревматических болей грыжи позвоночника дают о себе знать артрозы остеохондрозы в это время нельзя использовать для питания крепкий чай кофе алкоголь а вот что хорошо используем отруби для удаления шлаков мясо нежирной птицы рыбу и рыбопродукты хорошо в это время яблоки морковь и лимоны цветную капусту различные цитрусовые ту же редьку лук чеснок но снова же лук и чеснок на ночь не рекомендуется в это время если употреблять эти продукты ночью будет впереди бессона это знак овда и все что вы заготовили различные помидорные салаты или помидоры перец сладкий все 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 что вы заготовили доставайте из погребов из хранилищ и используйте в эти дни для питания седьмого восьмого и девятого февраля будут в полдомеру работать энергии тельца в эти дни будут уязвимы горло шея глотка миндалины бронхи щитовидная железа пара щитовидная железа эндокринная система язык нижняя челюсть поэтому в это время нельзя проводить операции на горле на зеве на гортане на щитовидной железе на пищеводе и ни в коем случае нельзя удалять гланды могут возникнуть в это время проблемы с сосудами атеросклероз тромбофлебит а также обострение возможно ишемической болезни сердца да обратите внимание обязательно на область шеи в это время возможно защемление нерву а также пережатие сосудов позвонками в области шеи 7 8 и 9 нужно быть очень внимательно с питанием в это время нельзя свежее молоко сливочное масло соленья различные мучные изделия кофе алкоголь и сладости зато можно готовить различные блюда из нежирного мяса говядины используйте печень трески различную рыбу рыбопродукты кашу из овсянки хорошо в это время употреблять молочнокислые продукты в это время хорошо а вот свежие нет готовьте из моркови различные блюда и свеклы из всех видов капусты используйте цитрусовые картофель различные зеленые культуры те же проростки если есть клюква пожалуйста тоже очень хорошо в это время для нашего организма но и прекрасно идут чаи с ромашкой мятой шалфеем шиповником и лимоном они очень полезны в это время для нашего организма также обратите внимание на 9 февраля до обеда будут полностью еще ощущаться энергии тельца ну а затем луна перейдет в знак близнецы поэтому будет наполовину еще и проблемы могут возникать с энергиями тельца помните об этом а также появляются новые проблемы ну и нужно обратить внимание в это время на легкие на плевру бронхи трахею плечи предплечье кисти рук запястья локтевые суставы вегетативную нервную и дыхательную системы и в это время будьте внимательны нельзя проводить операции на грудной клетке на дыхательных путях на легких бронхах трахеи и языке в это время наблюдаются обострения заболеваний орви астмы ларингитов пневмонии плевриты щитовидной и вилочковой желез прошу не допускайте переохлаждение в это время а также как сейчас у нас проблема с вирусами не посещайте массовые скопления народа где много людей кашляют чихают в это время очень быстро можно подхватить любую инфекцию и при убывающей луне только при убывающей луне возможны операции на глазах а также плановые ортопедические операции хочу сразу же попросить вас обратить внимание на то что при растущей луне обычно операции не рекомендуется на любых органах операции проводятся на убывающей луне 9 февраля обратите внимание при энергиях луны в знаке близнецы могут быть аллергии на лекарства ну и в это время лучше чаще но небольшими порциями принимать пищу питайтесь пожалуйста с продуктами в которых есть содержание фосфора и кальция хороши в это время различные орехи вот то что у вас есть бобовые культуры соя бобы фасоль зеленый горошек в любом виде в это время очень хорошо использовать кунжут и миндаль а также гранаты цветную капусту сельдерей используйте каши всех видов то что вам нравится а также добавляйте к вашим различным блюдам авокадо запекайте рыбу варите рыбу рыбопродукты используйте и кто ест мясо можете готовить из курицы индейки куропатки свои любимые на этом мы завершаем сегодняшний выпуск надеемся он был полезен для вас если это так пожалуйста лайкайте ставьте палец вверх делитесь этим видео со своими друзьями близкими с теми кто вам дорог и кому желаете добра и благополучия а кто не подписался подписывайтесь на наш канал вы всегда будете получать важную и нужную информацию в нужное время и эта информация будет полезна не только для того чтобы вы вырастили хороший урожай а также для вашего здоровья для организации различных дел в доме и возле дома а также мы надеемся что вы оцените наш труд лайками комментариями а мы это раиса горяченко александр волик те кто подготовил сегодняшнее видео прощаемся с вами всего навсего до завтра до завтрашнего выпуска на нашем канале пока пока удачи